Пока болельщики собираются в зале, чтобы послушать сказку от хоккеистов, Геннадий Разин пытается выяснить, что же означает легендарное по сусекам поскреби. Чуть позже появляется Майкл Барн. Под аплодисменты в фирменных футболках хоккеисты входят в зал. Геннадий Разин начинает чтение и уверенно прорывается к середине сказки. Колобок, Колобок, я тебя съем. Не ешь меня, косой зайчик, я тебе песенку спою. Фанаты на стульях почти ревут от восторга. Детская сказка интересна и взрослым болельщикам, и маленьким. Для Гарнета прощение Колобка стало первым знакомством с русским фольклором. Но пока его любимой историей по-прежнему остается Гарри Поттер. После сказки все слушатели получили по автографу. И оказалось, что хоккей – игра не только для взрослых. Собираемся у телевизора и размахиваем шарфом. Они подписывали кепки, клюшки, но Настя смогла удивить знаменитых спортсменов. Гарнет первый раз в своей жизни поставил автограф на собственном портрете. Я нашла фотку Гарнета и потом сидела три часа и рисовала. Почему именно Гарнет? Потому что я считаю, что он очень хороший виротцарь. Чтение со звездой – совместный проект магазина «Библиоглобус» и теленедели. О том, когда и с кем пройдет следующая встреча, вы узнаете из нашего эфира. Смотрите ОТВ и читайте книги. Алексей Басов, Александр Кабанов, ОТВ.